У нас выезд из ЖК. Единственный выезд, из которого можно повернуть как налево, так и направо, согласно правилам ПДД. Здесь запаркованы машины на выезде с этой стороны, с той стороны. Соответственно, мы хотим, чтобы на полосе разгона, в рамках 10 метров до поворота, стоял знак. Самое опасное место в жилом комплексе на Ленинском проспекте. Отсутствие запрета на парковку – не единственная проблема. Уклон мешает увидеть выезжающие автомобили, светофор работает с перебоями, пешеходный переход не оборудован лежачими полицейскими. Решить проблемы силами управляющей компании не получилось. Территория спорная. Чтобы сделать свою жизнь безопасной, жители обратились в администрацию. Первый заместитель главы ХИМОК Дмитрий Кайгородов поручил всем профильным службам максимально быстро решить проблемы микрорайона. На просьбы жителей помочь также откликнулись народные избранники. Депутат Владислав Наганов приехал в жилой комплекс и лично осмотрел проблемные места. По безопасности дорожного движения уже приняла принципиальное решение об одобрении всех этих мер. Но, к сожалению, я вижу, что необходимо ускорение этого процесса, потому что вопрос не решается уже достаточно долго. Например, по лежачим полицейскому с декабря 2017 года. У Жанны Кузьминых двое детей. Каждый день гуляет с ними в парке. Но путь до площадки непрост. Нерадивые владельцы автомобилей паркуются прямо на тротуаре. Крайне трудно проходить с детьми от парка к дому, потому что здесь, во-первых, однополосное движение, и машины едут в два ряда, а дорога еще закрыта, и поэтому получается, что все идут по проезжей части, а это очень опасно для детей. Все проблемы микрорайона планируют решить в течение следующего месяца. Это не единственный двор в Химках, где жителям нужна помощь. В ближайшее время в планах осмотреть еще несколько жилых комплексов. Ксения Абрагина, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.